Общение президента Союза дизайнеров России и воспитанников студии Панкова больше похоже не на деловую, а дружескую встречу. Юные амичи знакомы с Юрием Назаровым уже несколько лет. Они дважды становились лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая работа в области дизайна». Этот форум проходит ежегодно в Москве. В 2005 году ребята с ограниченными возможностями на всероссийском конкурсе получили серебряную викторию. И они соревновались с такими маститыми дизайнерами, с целой дизайнерской группой, которые делали всем известный фильм «Ночной дозор». Это очень о многом говорит. Над каждой работой это месяцы труда, месяцы. На какие-то уходят до полугода. Кто-то говорит, компьютер это проще, ничуть. Чтобы создать одну работу, приходится распечатать 8-9 раз, пока добьешься нужного света. К приезду президента Союза дизайнеров России амичи подготовили новую выставку вдохновения. На афише работы одного из самых талантливых учеников Ильи Крамчанинова. В студии компьютерной живописи и графики он занимается вот уже 5 лет. Мальчик-инвалид по слуху. Все его произведения очень личные. Например, картину «Вдохновение» он создал под впечатлением от поездки на юг. «Красивое море. Раннее утро, пароход. Что все очень красиво. Красивое плавное море волны». Сейчас эти ребята создают логотипы для многих крупных предприятий. А в 2003 году после выставки в Государственной Думе более 30 работ осталось в Москве. Теперь они украшают кабинеты многих видных политиков. Геннадия Селезнева, Геннадия Гудкова, Владимира Жириновского. Поэтому сегодня президент Союза дизайнеров Юрий Назаров по праву обращался к юным амичам коллеги. То, что они делают, сможет повторить далеко не каждый взрослый художник. Мы стараемся детям показывать лучшие образцы, лучшие достижения отечественного дизайна. То есть знакомить их с самым передовым. Для того, чтобы они были конкурентоспособными. Они у вас просто уже вне конкуренции. Светлана Веретенникова, Олег Ковальчук, ГТРК Омск. Светлана Веретенникова, Олег Ковальчук.